США В 1942 году между правительствами США и СССР было подписано соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии. Американское правительство начало поставлять в Советский Союз по ленд-лизу, то есть за деньги, военную технику, продовольствие, боеприпасы, медикаменты. В рамках этой программы переданное имущество после войны необходимо было оплатить или вернуть обратно в США. Вторая мировая война официально закончилась 2 сентября 1945 года. Общие людские потери в ней составили по разным подсчетам от 50 до 80 миллионов человек. Экономика всех стран, участвующих в войне, была разрушена, за исключением Соединенных Штатов. Ведь для них эта война, как и все последующие, всего лишь бизнес. Уже в 20 веке, во времена Холодной войны, Америка стала вести пропаганду, искажающую историю. Так, американцы уверены, что именно США выиграли Вторую мировую войну. И это несмотря на то, что Второй фронт союзников был открыт только в 1944 году, когда победа СССР уже была очевидна. Долгие годы спустя Россия выплачивала США деньги за предоставленную по ленд-лизу помощь. За последние 30 лет США вторглись более чем в 20 стран. Там гибло мирное население, разрушалась экономика, менялся политический строй, а Америка богатела. Сейчас же США ввели самые жесткие санкции в отношении России, представляя ее агрессорам. Под санкции попали не только компании, но и физические лица. Деятели культуры, политики, искусства, спорта. Ведь и сегодня в Америке это всего лишь бизнес. Бизнес, построенный на крови и страданиях людей. Продолжение следует...